Думская ТВ продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. Алла Есина, здравствуйте. Говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. Я, честно говоря, охотно верю в это. Но то, что за ту кровь по закону никто не хочет рассчитываться, это проблема. О огромном количестве резонансных ДТП с погибшими будем говорить прямо сейчас. У нас в гостях Сергей Черноиваненко, транспортный эксперт. Сергей, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям, спрашиваем вас сегодня о следующем. Как надо наказывать водителей-убийц? Три варианта ответов. Пожизненное лишение прав, тюремный срок, самосуд. Ну и давайте посмотрим информационный материал с подборкой наиболее резонансных ДТП за последнее время. Прошу вывести сюжет наших корреспондентов. Смертельное ДТП произошло в Киеве во вторник вечером 24 июля. На пешеходном переходе водитель Хаммера насмерть сбил 10-летнюю девочку и протащил ее 50 метров. Ребенок как раз переходил дорогу вместе с мамой. На зеленый сигнал светофором. Автомобилистом оказался экс-боксер Кирилл Островский. Он пытался скрыться, предварительно сняв номера. Кроме того, виновник аварии сопротивлялся при задержании и вел себя вызывающе. Позже на своей странице фейсбук нардеп Игорь Масичук написал, что за Островского пытаются вступиться сразу несколько народных депутатов. Кроме того, фирма, которой владеет нарушитель, просила не распространять информацию. Также Масичук сообщил, что виновник смертельной аварии отказался от проведения анализов на алкоголь. Полиция має через суд наполягати на примусовому проведенні цієї экспертизы. Якщо вбивцей надалі буде відмовлятися від її проведення. Подобная трагедия не редкость и для Одессы. Так, 11 марта этого года в городе произошло похожее ДТП. Водитель Тойоты насмерть сбил двух человек. Мужчины и женщины шли вдоль проезжей части по тротуару. Очевидцы сообщали, что водитель явно участвовал в уличных гонках. Резонансное ДТП также произошло 2 июня на Тираспольском шоссе. 69-летний водитель внедорожника на пешеходном переходе сбила 4-летнюю девочку и 20-летнюю девушку. Ребенок погиб на месте. Ее тетя скончалась на следующий день в больнице. После этого люди перекрывали дорогу с требованием установить светофор. Мама пришла с ребенком встречать невестку свою. Они переходили дорогу, она взяла на руки невестку ребенка. И когда шли назад, мама прошла, летела так как быстро, не увидели далеко машину, они думали не успеют перейти. А так как ехала с большой скоростью, уже по крикам услышали, все забежались. После событий в Киеве генеральный прокурор Юрий Луценко на своей страничке в фейсбук сообщил, что взял историю со смертельным ДТП маленькой девочки под личный контроль. А также пообещал сделать все, чтобы ужесточить наказание за смертельное ДТП, например, прекратив практику амнистии. Сергей, у нас странная ситуация возникает. Ужесточается на словах скоростной режим и его контроль, который нам обещали немножко раньше запустить теперь уже. С другой стороны, мы не видим ответственности людей за совершенные ранее преступления. То есть не контроль за делами ужесточается, а еще более ужесточается правило дорожного движения. Где логика? Смотрите, на самом деле, если мы посмотрим вообще на статистику ДТП, то мы увидим, что основных три момента, по причине которых происходит ДТП, это первое – это превышение скорости. Второе – это пьяные за рулем. Третье – это невнимательность водителей и несовершенство нашей дорожной дороги. Мне кажется, что все четыре этих пункта укладываются в самые резонансные преступления. Они являются все четыре одновременно составом любого резонансного преступления. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поэтому, если мы посмотрим на практику мировую, как это делается за границей, то многие из нас, выезжая за границу, садясь там за руль, особенно в Европе мы можем это наблюдать, всегда возмущаемся, почему у них такие узкие улицы. Для меня первый раз, это было в 1997 году, я первый раз ехал через Румынию, меня очень сильно бесили их узенькие дороги. Реально, не широкая дорога, и ты едешь небыстро. Это полностью вкладывается в практику и в принципы снижения аварийности на дорогах. То есть первое правило для снижения аварийности – это создать невозможность превышения скорости. Предлагаете сузить дороги? Может, наоборот, чтобы расширять дороги, потому что трафик не выдерживает? Смотрите, если взять статистику Соединенных Штатов Америки, если взять статистику Европы, Германии в частности, мы всегда ориентируемся, Германия безопасная, не нарушают законы. Да нарушают они законы. Просто основная масса ДТП в Штатах и в Германии с пострадавшими, с тяжелыми последствиями, происходит на автобанах. Там скорость. Как только появляется скорость, сразу же появляется возможность. Я хочу спросить, Сергей, вот здесь не могу до конца с вами согласиться, потому что в той же Румынии, Германии, если говорить о маленьких транзитных, которые на проезд в городках, там действительно узкие улочки. Но что первичность, Сергей? Узкие улочки или попытка ограничения такого образа скорости? Первичность, Сергей, узкие улочки, а уже потом все остальное. Давайте перейдем к центру нашего города. Имеет ли смысл ограничение скорости 50 км в час, например, на отрезке между, я не знаю, там Перелок-Маяковска? Имеет смысл? Да нет. Нет, конечно. Там и так больше 20 никто не ездит. Там и 10-то сложно. Правильно. Ласточкино. То же самое. Но у меня возникает вопрос. Улица Краснова, которая является улицей для, собственно, транзита, имеет ли смысл там ограничивать скорость? Не вижу никаких проблем. По одной простой причине. У нас улица Краснова от Вымпела до Среднефонтанской. Ну, сейчас уже нельзя говорить до Среднефонтанской, потому что там посередине уже есть светофор, не с пешеходным переходом, а с поворотом. Расстояние полтора километра. Реально полтора километра. Разница в проезде этих будет 15-20 секунд. Кому это мешает? Куда вы за 15-20 секунд опоздаете? Смотрите, вот давайте я вам приведу один пример. Вот в психологии ограниченности... А если мы говорим не об Вымпеле, если мы говорим о площади Толбухина? А если мы говорим об общей зеленой волне, которая может быть от начала Люздорфской дороги, простите, перебилась от улицы Вильямса, от улицы Архитекторской, создать зеленую волну, которая позволит в час пик разгрузить это. Но это не на скорости 50 км в час, это 60-70 км. Кому это мешает? Смотрите, на скорости 50 км в час, это научно доказанный факт, последствия от ДТП, от столкновения с пешеходом, вероятность смерти пешехода при такой скорости уменьшается в разы. То есть 60 и 50, да, казалось бы, небольшая разница, всего 10 км в час. Но на самом деле уменьшается, а, тормозной путь, это уменьшается скорость, увеличивается скорость реакции водителя, то есть у него есть время на отреагировать. Там выбежал ребенок, загорелся, да даже скорая помощь или полиция выехала на перекресток, да, с мигалками, человек не услышал, громко музыка в машине играет, он увидел мигалку, у него есть время отреагировать. Сергей, а может быть, главная причина в том, что не наказывают виновников ДТП? Ну, смотрите, на самом деле три градации. Вот в создании безопасного города, безопасного движения, три градации. Первая — это пересечь возможность нарушения инфраструктурными инженерными способами. Второй способ — это просветительский, обучение, объяснения, доказания, донесения до людей, что нельзя нарушать. И третий — это штрафы. Вот третий способ — это штрафы. Он на третьем месте должен стоять, не на первом. Смотрите, вот мы идем, когда в зоопарк, подходим к клетке, к тигру. Что делают в нормальных странах? Ставят два забора. В ненормальных странах вешают табличку «руки в клетку не совать». Мы сейчас идем по пути вешания табличек «руки в клетку не совать». Давайте, может быть, ставить два забора. Давайте в Германию мы приезжаем, да, узкая улица. Мы не будем ехать 50 километров, хотя у них ограничения 50. То есть, форматировать инфраструктуру сегодня — это достаточно длительный, сложный, дорогой процесс. Почему? А вот наказать виновников ДТП, к примеру, если мы говорим о последнем, который в Киеве был ДТП. Понимаете, что наши города по-разному проектировались, на самом-то деле? Ну что? Совершенно по-разному проектировались. Либо действительно достаточно узкий город, там достаточно узкие улочки. Ну, смотрите, ну... Одесса — другой город. Ну, давайте возьмем, да, ДТП у нас на Тираспольском шоссе. Большая широкая улица. Но это не совсем улица, это вообще шоссе. Давайте начнем с этого. Ну, по факту, это улица. Она улица. Она даже не магистральная по нашей документации. У нас в Одессе, я вам открою большую тайну, несмотря на доводы отдельных наших городских чиновников, у нас нет ни одной магистральной улицы по тому, как это предписано ДБНами. Ну, как это предписано? Магистральная улица, ну, вот я вам могу, например, привести. Нечто попытка создать магистральную улицу — это установка разделительного парапета на Среднефонтанской от Семинарской до площади Среднефонтанской. Вот это единственное, что может быть. Но она не соответствует по ширине. В Одессе нет ни одной такой улицы. В Киеве есть несколько магистральных улиц. Вы говорите о том, что должно быть обязательно разделение движения. Обязательное разделение движения, отсутствие пешеходных переходов, отсутствие перекрестков. То есть там достаточно, есть определенные требования, и там есть ширина улицы. Вот. Там действительно можно делать разгонную полосу, там можно ехать на скоростях. Все. В Одессе нет этого. Давайте объективно посмотрим на вещи. А если вы говорите, что улицы, ну, Тираспольское шоссе, там достаточно, ну, не могу сказать, что густонаселенные, но там достаточно много живет людей. Достаточно много людей переходят дорогу. Почему не организовать островок безопасности? Почему не организовать инженерными способами предотвратить ДТП? Точно так же, ну, ярчайший пример абсурда наших городских властей в этом вопросе — это выпрямление поворота на проспекте Шевченко. Вот для чего это было сделано? Я не понимаю, для чего это. Вы поймите, с точки зрения безопасности движения и снижения аварийности, это ровным счетом ничего не даст. Ровным счетом. С точки зрения скорости проезда абсолютно то же самое. Потому что, с одной стороны, мы имеем площадь 10 апреля, там, где, извините, мы упираемся в главную. Круг у нас главный. С другой стороны, у нас суд, забитый проспект Шевченко, фактически однополосный. Светофоры стоят. Ну, какой смысл был выпрямлять, я до сих пор не понимаю. Может, просто платаны там кому-то не нравились, которые там стояли. Вполне допускаю. Точно так же, почему было не сделать инженерное решение, сделать сужение, сделать островок безопасности, сделать разделитель полосы. И таким образом принуждать водителя сбрасывать скорость. Принуждать. Водитель автоматически сам, на подсознательном уровне, когда у него, извините, он едет 3,5 метра ширина, да, как на трассе Одесса-Киев, 3,5 метра ширина, конечно, мы будем ехать быстро. Как только мы ее сузим до 3 метров, до 2,75, которые сейчас вот с 1 сентября вступают в силу в закон, 2,75, мы на подсознательном уровне будем сбрасывать скорость. Сергей, я все-таки хочу вернуться к вопросу наказания. Как много, вы знаете, случаев, не будем брать в Украине, хотя бы в Одессе, когда виновники резонансных ДТП, так называемые мажоры, как называют их в народе, были наказаны? Честно, не припоминаю. Мне кажется, что дешевле и быстрее будет решить вопрос с заслуженным наказанием, с ответственностью. Это уже есть прецедент. Дороги у нас и так лучше их не трогать, извините. И качество заставляет снижать скорость. У нас проблема на самом деле со светофорами, у нас не налажено это. И из-за этого, кстати, возникает достаточно серьезная проблема с трафиком в городе. Или я не прав? У нас проблема с разметкой. По поводу светофоров у меня вообще отдельная тема. Я буквально вот в течение там нескольких дней... И при этом мы начинаем говорить, а давайте мы законопослушных людей... Вот я серьезно говорю, я не хочу кичиться. Поставим в рамки. У меня нет ни одного... Вот я один раз поспорил с инспектором, который мне выписал штраф, который мне не пришел. Это было больше 12 лет... Больше 15, простите, лет назад. Мне инспектор выписал штраф, который ко мне не пришел. То есть он просто мне испортил талон тогда. И у меня нет ни одного случая, когда я что-то нарушил. Я действительно стараюсь и стремлюсь к этому не нарушать. Но при этом мои права сейчас пытаются ограничить, потому что кто-то где-то не ответил по закону. Смотрите, насчет светофоров. Давайте я закончу. По поводу нашего руководства, наших отдельных чиновников. Закрыта улица Сегецкая. Снова закрыта улица Сегецкая. Я вам честно могу сказать, мне когда говорят, каждый год на протяжении 10 лет, 30. Мы когда-то жили на фонтане. Новый сезон закрытия Сегецкой. Каждую... Вот у нас дача была на фонтане. Мы ездили в город, меня папа вез в школу, и мы проезжали по Сегецкой. И я вот с детства, у меня в голове перекопанная всю жизнь Сегецкая. Вот всю жизнь. Я ее не помню в нормальном состоянии. Да даже как они в прошлом году ее закопали, извините, ездить на двух колесах, там реально страшно. Так вот, буквально вот там вчера, позавчера, сегодня я ездил в этом районе. Перекресток, да, Гагарина, угол Сегецкой. Зеленый свет в обычном режиме, там очень долго горит тем автомобилям, которые двигаются по канатной на Сегецкую. Сейчас никто не едет по Сегецкой, никто не выезжает на Сегецкой. Но все три потока машин с Гагарина в одну сторону в другую... То есть режим работы светофора не изменился. Вообще никак не изменился. Ну, мне кажется, что здесь разговор идет о том, что сама система управления светофорным парком, или как он называется? Хозяйством. Вообще, по большому счету, у нас отсутствует. У нас есть какие-то релешки, которые где-то там вбили один раз и навсегда, и все. На самом деле она присутствует, у нас управляемые все эти светофоры, их можно... Какие-то, я знаю, управляются централизованно, какие-то не централизованы, то есть надо приезжать на месте их программировать. Но они управляемые на самом деле. Мы с вами пришли к выводу, что огромное количество причин, которые приводят к авариям, только никто не разбирается в ситуации. Да, а по поводу разметки тоже очень интересно. Вот вы говорите, надо что-то перестраивать. Да не надо нам ничего перестраивать, нам надо нанести разметку. Притом сейчас прекрасный момент у нас есть. Нет, я не думаю, что ее нужно изменить, но ее хотя бы нужно нанести. У нас прекрасный есть шанс. Извините, у города Одессы сейчас до вступления нового ДБНа в действие, да, с 1 сентября, когда у нас ширина должна быть 2,75 уже. Ну, сейчас, извините, не паханное поле, сейчас уже можно носить по этому ДБН. Я знаю, разметка – это отдельная тема, я думаю, что мы обязательно организуем эфир касательно разметки. Сегодня благодарим за то, что пришли к нам. Сергей Черноиваненко, транспортный эксперт, был нашим гостем. Мы передаем слово Елене Еремеевой, она ознакомит вас с последними новостями города и региона. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ, им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова